Добрый день! Меня зовут Ожога Наталья Юрьевна, логопед высшей категории, лицей имени Николая Васильевича Гоголя, город Кишинёв. Сегодня мы будем учиться с вами дифференцировать согласные звуки Ш и С в словах и предложениях. Приготовь к уроку листок в клетку, тетрадь, ручку, карандаш, резинку зеркала и хорошее настроение, внимание и смекалку. Постараюсь всё понять и внимательно читать. Звуки с буквами пришли и порядок навели. Чтобы лучше говорить, нужно с пальцами дружить. Будем пальцы загибать и движения выполнять. Выполняем пальчиковую артикуляционную гимнастику. Первое упражнение – очки. Большой палец правой и левой руки соединяем с остальными пальцами и подносим к глазам. Бабушка очки одела и внучонка разглядела. Следующее упражнение – дом. Стук, стук, постук, раздаётся где-то стук. Молоточком стучат, строят домик для зайчат. Вот с такой крышей, вот с такими стенами, вот с такими окнами, дверями, вот с таким замком. Собираем пальчики рук в замок. Следующее упражнение – гармошка. Посмотри, моя ладошка, как весёлая гармошка. Пальцы на обеих руках соединить вместе. Пальчики я раздвигаю, а потом опять сдвигаю. Широко раздвинуть пальцы на обеих руках. На этом наша пальчиковая гимнастика закончена. Чтобы определить первый звук нашего занятия, выполним графический диктант. Возьми листок в клетку и карандаш. Отступи три клеточки слева и восемь клеточек сверху. Поставь контрольную точку. Начинаем графический диктант. Одна клетка вправо, одна клетка вверх, три клетки вправо, две клетки вверх, одна клетка вправо, одна клетка вверх, три клетки вправо, две клетки вниз, две клетки вверх, одна клетка вниз, одна клетка вверх, одна клетка вниз, Пять клеток вправо, одна клетка вниз, три клетки влево, одна клетка вниз, девять клеток влево, одна клетка вверх. На что похож рисунок? Это птица. Птица – синица. Назови первый звук в слове «синица». Это звук «с». Для того, чтобы определить второй звук занятия, отгадай загадку. У меня теперь есть друг, преданный и верный. Без него я, как без рук, если откровенно. Мы гуляем во дворе, весело играем. Скоро в школу в сентябре вместе зашагаем. Это щенок. Назови первый звук в слове «щенок». Это звук «щ». Мы сегодня будем говорить о звуке «с» и «щ», которые обозначаются буквами «с» и «щ». Напомню, буквы мы пишем и видим, а звуки слышим и говорим. Дадим характеристику звуков «с» и «щ». Звук «с» и «щ» согласные. Это потому, что во рту есть преграда, и они не поются. Звук «с» и «щ» глухие. Это потому, что голосок молчит и не поет. Звук «с» и «щ» мягкие, потому, что мы произносим их нежно и мягко. С, щ. Они так похожи по признакам, но эти звуки все же есть отличия. С, свистящий. С, щ, шипящий. Щ. А теперь рассмотри картинки и назови только те предметы, в названии которых есть «щ». Ты видишь щуку, сирень, лось, поросята, щенок, синица, лещ, велосипед, ящерица, гусь, щегол. Проверь в себя. Щенок, щука, щегол, ящерица, лещ. Следующее задание. Зашифруй слова со звуком «с». Нарисуй столько черточек, сколько слогов в слоге и над слогом с звуком занятия напиши букву. Например, синица. Три слога. В первом слоге звук «с». Зашифруй самостоятельно слова «гусь», «поросята», «велосипед», «лось», «сирень». Проверь в себя. Гусь. Один слог, звук «с» в первом слоге. Поросята. Четыре слога, звук «с» в третьем слоге. Велосипед. Четыре слога, звук «с» в третьем слоге. Сирень. Два слога, звук «с» в первом слоге. Лось. Один слог, звук «с» в первом слоге. Молодец! А теперь попробуем образовать новые слова. Рассмотри картинки и прочитай со мной слова. Пасека, часы, камень, касса, косилка, стекло. Найди для каждого предмета название профессии, в которой он используется. Например, пасека, пасечник. Вставь в слово дежурный звук занятия. В слове «пасечник» буква «с». Проверь себя. Часы, часовщик. Вставляем букву «щ». Камень, каменщик. Вставляем букву «щ». Касса, кассир. Вставляем удвоенную «с». Косилка, косильщик. Вставляем «с» и «щ». Стекло, стекольщик. Вставляем согласную «щ». Сегодня у нас на занятии еще один сказочный герой. Его зовут Кощей. Назови букву занятия, которая есть в его имени. Это буква «щ». Звук «щ». Кощей построил стену и спрятал за ней кого-то. Разбери стену, составив словосочетание со словами из первого столбика, и узнаешь имя другого героя сказки. Проверь себя. Словосочетание. Каменная стена, шелковый плащ, железная косилка, металлические клещи, деревянный ящик, кожаное седло, шерстяные вещи. Как зовут героиню этой сказки? Ее зовут Василиса Прекрасная. Назови звук занятия в ее имени. Звук «с». Василиса Прекрасная не только прекрасная, но и премудрая, поэтому она любит загадывать загадки. Отгадай ее загадки, вставь пропущенные слова в предложение из предложенных рядом. Проверь себя. Гости сели за стол, в щели дует ветер. Весь день льет дождь, вещь положили в пакет. В задачи поставим плюс. Дерево обвил плющ. Ученики будут писать диктант. Дети любят бегать и пищать. Ты хорошо справился с этим заданием, а дальше мы поработаем с текстом. С Кащеем произошла забавная история. Прочитай текст, а затем спеши его, заменяя картинки на слова и вставляя пропущенные буквы занятия. Почеркни эти буквы. Проверь себя. Прочитаем текст вместе. Как-то раз Кащей, выделяем согласную ща, со свитой шел мимо своего дворца. Он был длинным, синим, выделяем согласную эс. Плаще, выделяем согласную ща. А в руке нес большущий, выделяем согласную ща. Щит, выделяем согласную ща. Вдруг, позади себя, выделяем согласную эс. Кащей, выделяем согласную ща, услышал странное шипение. Испугался Кащей, выделяем согласную ща. Присел, выделяем согласную эс. И закрылся, выделяем согласную эс. С большущим, выделяем согласную ща, щитом, выделяем согласную ща. Свита Кащея, выделяем ща, не могла удержаться, выделяем эс. От смеха, потому что он испугался, выделяем эс, гуся. Мы выделили согласные, которые обозначают мягкий звук си и звук щи. На этом наше занятие закончилось. Ты хорошо потрудился. Мы повторили звуки си и щи и буквы, их обозначающие. Узнали, как образуются названия профессий. И вспомнили героев сказок про Василису Прекрасную. Ты молодец. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин